10 декабря 2023 года некий гражданин, который является соседом моего доверителя, в ночное время постучался в квартиру. Когда мой доверитель вышел на площадку, нанес ему ножом удар по голове. Была причина травмы, легкий вред здоровью, находился на больничном человек длительное время, относительно той раны, которая произошла. Было подано заявление, помимо того, что нанес рану, угрожал убийством, то есть говорил прямые слова я зарежу, нож приставлял к животу. Соответственно, удалось моему доверителю оттолкнуть человека двумя руками за плечи и спрятаться у себя в квартире. Вызван был наряд полиции, скорая помощь. На месте оказали скорую помощь. Сделали там перевязку на все необходимые процедуры. Сотрудники полиции изъяли нож, произвели допрос, отобрали заявление о совершении преступления. Насколько нам известно, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Было направлено в прокуратуру на утверждение, либо тому подобное. Значит, 4 января уже этого года мы подали заявление о том, чтобы нас ознакомили с материалами доследственной проверки. 4 января. Также в этот же день было подано заявление об отмене данного постановления незаконного. Мы усматриваем все признаки преступления по статье 115, это легкий вред здоровью, по статье 119, угрозу убийством, либо причинение тяжкого вреда здоровью, и по статье 111, через статью 30 Уголовного кодекса, в связи с тем, что имеются все основания считать, что было именно покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Потому что те действия, которые произвел тот мужчина, свидетельствуют о том, что он просто их не довел до конца, по независимым от него причинам, ну потому что моему доверителю удалось скрыться у себя в квартире и закрыться. Соответственно, человек, который наносит ножом это холодное оружие, удар в область головы, лица, то есть мы понимаем, что обезображивание лица, там причинение, ну когда орган утеряет способность, ну глаз тому подобное, то есть, скажем так, чистая случайность спасла его от того, что он остался без глаза, либо без какого-то шрама на лице. Тот шрам, который сейчас имеется, он, слава богу, за волоснистой частью спрятан, то есть, вроде как, пока волосы есть, это не будет видно. Значит, соответственно, мы стали переживать по этому поводу, обратились на прием к начальнику Чуховарю Николаю Валерьевичу о том, что вот такая ситуация, значит, ничего он пояснить не смог, к сожалению, возникла конфликтная ситуация, вынужден был подать на него заявление по статье 285 Уголовного кодека в связи с тем, что он не исполняет должным образом свои обязанности. Результат неизвестен, потому что мне никто не извещал, было ли предано моего заявления в порядке статьи 151 УПК. Куда передавали заявление, подавали сюда? Непосредственно на личном приеме было все зафиксировано под видеозапись. Соответственно, на данный момент у нас есть опасения, что все-таки тот человек доведет свои намерения до желаемого результата. Нам стало известно, что он ранее судим, в том числе по как раз этой статье 111, то есть причинение тяжкого вреда здоровью. Это не точная информация, скажем так, за что продали, за то и купили. Это подлежит проверке. Не доверять человеку, который нам сообщил эту информацию, с его слов он сидел в СИЗО и непосредственно общался с этим человеком. То есть налицо рецидив. Более того, 21 числа воскресенья, этот гражданин повторно, находясь в алкогольном опьянении, он и в предыдущий раз был в алкогольном опьянении, и в этот раз был в алкогольном опьянении, также начал стучаться в дверь к моему доверителю, естественно, уже понимая, чем это может грозить, мой доверитель. Что-что? Из какой квартиры? Сосед. И у нас есть дистанция, там два помещения, это его. То есть предбанник, получается, три квартиры. Одна моя, две его. Он был не один 21 числа, 21 числа их было трое. Вот эти квартиры соседние, они на данный момент, не знаю, выведены, не выведены из жилфонда, но они не используются для жилья. Там находится стоматология, стоматологический кабинет. То есть и сам вот этот товарищ, насколько нам известно, является владельцем этого бизнеса, либо собственником этих помещений, но имеет какое-то отношение к этим стоматологическим кабинетам. Соответственно, он имеет какую-то заинтересованность к тому, чтобы выкупить, либо взять в аренду помещение, в которое проживает мой доверитель. То есть, ну, чтобы прям всю эту площадку. Не надо бы вот это расположить. Да, один предбанник, все. То есть, по идее... Моя квартира последняя, получается. Давайте один буду разговаривать. Потом вы добавите. Соответственно, вот это предбанник, там у них свой шкаф есть. Ну, то есть, по сути, в этом предбаннике три квартиры, три двери. То есть, две квартиры их и одна квартира этой. То есть, если они забирают еще эту квартиру, они вообще могут, условно говоря, отрезаться, и вот у них даже площадь возвращают за счет этого общедомового имущества, то есть, вот этого предбанника, потому что это не принадлежит никому, это общедомовое имущество. Но они его используют, в том числе, для того, чтобы там какие-то свои шкафы стоят, там какое-то имущество располагают. То есть, там какое-то помещение у них используется для оказания услуг стомологических, какой-то виде их склада, там они там протезы, что-то такое изготавливают. Я там раньше никогда не был, но вот, скажем так, со слов я исхожу из того, что нужно им это помещение. Соответственно, как правило, в субботу и воскресенье они там бывают устраивают самбайдуйчики, то есть, мой доверитель, как бы, за стенку у них, получается, то ли столовой находится, то ли что, и частенько он слышит. Но он претензий к ним не предъявляет особых, почему? Потому что, ну, он привыкший, видать, человек работает на такой работе, где много шума, вот он там наушников ходит. Ну, короче, есть люди, которые от шороха, скажем так, плохо спят, а есть люди, которые там музыка, может играть все, что угодно, и это не напрягает. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, на наш взгляд, у этого человека имеется какая-то заинтересованность, чтобы понудить моего доверителя, чтобы он либо продал по нужной им цене, либо сдал в аренду эту квартиру, ну, чтобы им там, видимо, расширять свой бизнес и тому подобное. Почему я это так говорю? Потому что в свое время был на эту тему разговор, были торги насчет стоимости квартиры, за какую они готовы выкупить. Вот, человек, ну, мой доверитель обозначил стоимость, их эта цена не устроила, но они говорят, мы готовы снимать ее. Ну, то есть, какой-то интерес есть. Соответственно, имеется основание полагать, что они просто таким способом, либо хотят его очень сильно запугать, чтобы он все-таки согласился на их условиях, ну, потому что мы пытаемся понять, какой мотив, зачем без причин наносить человеку травмы, потому что там каких-то личных пересечений, личного конфликта у них не было. То есть, ну, вообще, просто по пьяни белочку поймать, тоже как-то странно. Два раза подряд ловят белочку и долбятся в квартиру, это тоже ненормально. То есть, у человека что-то в голове сидит, какая-то цель есть, потому что почему он именно к данному человеку стучится, к моему доверителю, там, ну, есть и другие квартиры. То есть, вот этот момент я хочу обратить, то есть, какой-то интерес есть. Соответственно, 21-го числа, опасаясь за свою жизнь, потому что каждую субботу и воскресенье они там, так сказать, празднуют. Я не знаю, что они празднуют, просто там окончание рабочей недели или еще что-то, частенько собираются. Соответственно, человек боится выходить из квартиры, потому что там, если, слома говоря, его зарежут, об этом никто даже не узнает. Затащат себе в свое помещение, там расчлененку сделают, вывезут за город и выкинут. И никто не докажет, в видеокамер ничего нет. То есть, есть основания опасаться за свою жизнь, с учетом того, что их там много, то, что у них оружие есть, то, что никаких мер не предпринимается. В итоге было сделано заявление о том, чтобы и его задержали, выяснили причину, для чего он, соответственно, стучался и тому подобное, что хотел. В итоге никакого действия. Вот у нас два куспа, достаньте, пожалуйста, лесу очерка. Два куспа, которые были зарегистрированы. Вы не знаете, какие решения по ним принялись? Мы просили, под аудиозапись все зафиксировано, мы это опубликовали. То есть, я являюсь представителем, и, соответственно, я обнародую ту информацию, которую мы имеем, потому что я считаю, что отдел полиции номер три в данный момент не дорабатывает, потому что никакие меры не предпринимаются. Никто не приходил, никакие объяснения не брал. После нанесения вам травмы, вы закончили лечение? Ну, на больничном был... Отвечались в медицинское учреждение? Конечно. Естественно. Потом у вас, наверное, в тарапонт или в областную больницу? В тарапонт я уже сам обратился, в областную больницу, в городскую больницу я был. Потом меня на место свидетельств не отправили, ваши сотрудники. На больничном я был с 11 по 18. Времени достаточно много прошло с того момента, как постановление об отказе было в прокуратуру направлено. Соответственно, мы хотим знать, какой результат на данный момент. Отменено, не отменено? Потому что постановление мы так и не получили. Давайте так, сейчас... Вы же не записывались на прием, поэтому... По какому вопросу, я не знаю. Вы пришли. Не знал. Сейчас я в курсе, вы все разъяснили, да, хочешь? Подан ответ я вам могу дать только в понедельник. Хорошо. Только у меня большая просьба, чтобы ответ... Ну, мы сейчас телефончики оставим, мы сами подойдем, заберем. Подъедете, мы вам копию решения дадим. Да, мы можем адрес электронной почты указать, чтобы можно туда продублировать, чтобы нам оперативно получить. Потому что, чтобы не получилось, как Николай Валерьевич постоянно нам вешает лапшу о том, что все у них отправляется. Но, к сожалению, все мои доверители ничего не получают. Единственное, я в понедельник в дневную смену работаю. Ну, вечером будете. Ну, в 8 вечера. Ну, ничего страшного, подойдете в 8 вечера. Ну, в крайнем случае, во вторник опять. Ну, во вторник зайдете. Нет, нет, все, просто. В понедельник. Просто я так понимаю, если постановление о подказе возбуждения уголовного дела устоялось, то, соответственно, его нужно будет обжаловать. Хотя мы, в принципе, формально с выбором... А, я думаю, оно не устоялось еще. Потому что неполученная экспертиза, возможно. Оно не устоится без экспертизы. Окончательное решение не будет принять. Я усматриваю здесь признаки 119. Понятно, что экспертиза нужна для 115. Это понятно. Для определения степени вреда здоровью. На мой взгляд, это уже очевидно и без экспертизы. Потому что человек находился на больничном. То есть, он был нетрудоспособен. То есть, если мы берем соответствующую методику определения вот этого... То есть, как бы экспертиза медицинская покажет, что в любом случае, как минимум, легкий вред здоровью. А может быть, даже и средней тяжести. Но это другой вопрос. Я сейчас говорю о том, что есть все признаки статьи 119. Это угроза убийством. Потому что человек, используя холодное оружие, он, в принципе, может даже молчать. То есть, достаточно демонстрация оружия в определенных ситуациях. Это именно так и прописано. Достаточно действия. Да. Поэтому, как бы, здесь, как минимум, основания для возбуждения уголовного дела есть. Уже не важно, по какой статье. А дальше, на мой взгляд, должны проводиться процессуальные действия. Потому что вот эта доследственная проверка, мы знаем, что все собранные вот эти материалы, они не будут иметь силу доказательств в суде. Потому что они получены в нарушении закона. То есть, есть статья 75 УПК, которая говорит о том, что допустимость доказательств. Ну, то есть, это все понятно, мы знаем. То есть, все вот эти опросы нужно будет оформить в виде показаний. То есть, мы понимаем, что человек, который заинтересован дать объяснение, что у меня там, условно говоря, в этот день не было, я был там в космосе и тому подобное, этому верить нельзя. Потому что это линия защиты и тому подобное. В данный момент есть все основания и повод. То есть, повод заявления было подано, основания есть. Вот я пытался Николаю Валерьевичу донести, что такое основания в рамках статьи 140 УПК, что основания это просто достаточные данные, дающие основания полагать, что имеются признаки того-либо иного преступления. Основания, это то есть информация, указанная в заявлении. Вот мы вам говорим, что вот этот человек угрожал ножом, убийством, нанес такую-то травму. То есть, уже как минимум есть определенный состав двух статей, но мы усматриваем и 111-ю статью. Потому что я посмотрел судебные решения, приговоры, обвинительные приговоры. Суды однозначно истолковывают, что когда человек наносит в области, где опасно для жизни, либо связано с причинением тяжкого вреда здоровью, и по независимым причинам он не смог довести это до конца, ну, появились свидетели там или еще какие-то обстоятельства. Но он прекратил это действие, потому что ему кто-то помешал. В данном случае человек просто смог это сделать путем отталкивания и прячась в квартире. Потому что там такое помещение, что там, в принципе, больше двух человек и не поместится. То есть, для того, чтобы выйти и пообщаться с человеком, надо как бы выйти прям за пределы, чуть ли немножко прикрыть дверь. Ну, то есть, скованность есть. То есть, если бы, может быть, не было такой скованности, может быть, он там его и зарезал. Плюс есть такие обстоятельства, что на двери нету ручки. То есть, он когда внутри начал закрываться, то есть, тот мог бы и подтянуть, и все. А так ему не на что подтянуть. Скажите, в конкретном случае все происходило один на один? Да. Еще один на один. Ну, ничего. Я подниму тогда материалы в понедельник, изучу их, с вами свяжусь либо в понедельник, либо во вторник. Подойдете, получите копию решений. Я просто исхожу из того, что если, как Николай Валерьевич говорит, что если нет доказательств, там, свидетели, условно говоря, это не означает, что нету состава и что не надо приводить никакие действия. Как минимум, я уже вижу совокупность. Есть показания моего доверителя, есть нож изъятый, есть, ну, все есть, есть следы крови, все есть. Это в совокупности однозначно говорит, что угроза убийством была. Был причинен конкретный вред. Просто для меня очень странно, как при таких обстоятельствах и не возбуждается уголовное дело. Ну, так не бывает. То есть, это значит, получается, сейчас поди ножом кого-нибудь порежь, и тебе ничего не будет. Дам объяснение, что у меня не было ножа там или еще что-то. И что? Ну, есть факты. Вот есть человек, порезанный человек. Он прямо указывает на человека, что вот этот человек меня порезал. 306-я статья имеется, он предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос. Ну, все как бы так должно быть. Почему этого не происходит, мне немножечко непонятно. Более того, если мы говорим о тяжкой статье, да, 111 через 30-ю, это означает, что данный человек имеет опасность для общества с учетом рецидива, с учетом того, что неоднократность уже на данный момент прослезывается. Он должен сидеть в СИЗО, пока идет расследование. Соответственно, нужно срочно возбуждать уголовное дело, его задерживать, брать с него показания. Если он там даст показания одно, если не даст показания, значит, там, 851-й статьей, выходить в суд и ограничивать его, ну, скажем так, деятельность. Либо это домашний арест, либо это в СИЗО он будет сидеть. Потому что, ну, что завтра, вот. Он сейчас очередной ролик увидит и скажет, да, пофиг на все. Я зарежу и все, а там, как говорится, на зоне хорошо кормят, как говорится, ну, я же не знаю, что у него в голове. Люди, которые уходят от мест не столь отдаленных, ну, долго на свободе не ходят. Они все равно что-то совершают. Скучают, может быть, они по тем местам, или еще что-то. Либо социально не адаптирован. Владимир Владимирович, я вас услышал, материал поднимем, и уже детально можно будет обсудить это все и проговорить. Поэтому сейчас я записал все, что вы мне сказали. Хорошо. Поддельник, вторник, я с вами обязательно освежусь. Так, телефончик вы сообщили. Телефон, да, скажите с нами. 921, 3 шестерки. Ну, и на всякий случай мы тоже запишите. 921, 6 шестерок, 1. Все, спасибо большое. Будем ждать. Будем надеяться, что все-таки. Я, как бы, своему доверителю дал указание, если кто бы там ни стучался, дверь никому не открывать, знакомым, незнакомым, включай там телефон, и жди, пока вам сломают дверь. Никуда не выходите. Перед тем, как выходите, посмотрите, убедитесь, что в тамбуре никого нет. Ждать, пока ломают дверь, не надо. Полицию звоните. Ну, вот, кстати, насчет полиции. 40-60-10, телефон дежурной части вашего. Это не наряды полиции. 02 или 112. Не, просто когда я звонил в 102, мне сказали, что мое заявление перено в ОП-3. Да. Я говорю, ну, как мне узнать, какое решение было принято? Ваше заявление какое? Вот какое КУСП вы мне назвали? Вот туда, по этому, да. А мне в 102 назвали 40-60-10, говорят, можете позвонить и узнать. Я звонил второй половиной вечера раз в 10, наверное. Трубку даже никто не взял. 21-го, да? 21-го, да. Если этим разберемся. Второй КУСП – это просто дополнение. Я понял. Мой вечер связался, я ему пояснил, чтобы дополнить эту информацию, чтобы люди понимали, что есть не просто опасение, а реальная опасность того, что, как бы, этот человек может закончить свое ранее задуманное. Все, спасибо большое. Алло, добрый день, это Александров Аликсей. А, я за ответом подошел. Вы как, сами выйдете, да? Сейчас, просто повторю. Секундочку, еще можно? Хотелось бы получить постановление об отказе, которое было в декабре вынесено. Ну, как я его, мой, передаю? А, я думал, какой-то ответ еще должен был. Ну, ладно, то есть... Сам, спущусь. Да, лучше вы, лучше вы, потому что вопросики еще есть. Ждем. Здравствуйте. Вы работаете. Купию решения. По этому пункту материала сейчас у нас. Проводится дополнительная проверка. Да нет, как-то это все не так. А как? Должен быть. У нас 4-го числа было подано два заявления, о чем мы вам говорили. Об ознакомлении с материалами дела и об отмене вот этого вот постановления об отказе от возбуждения уголовного дела. Хотелось бы все-таки понять, где это все? Само дело? Ну, нам нужно, во-первых, ознакомиться с материалами дела, во-вторых, все-таки мы должны получить на наше письменное обращение ответ. Соответственно, я так понимаю, ответ уже есть, который вы сейчас устно произнесли. О том, что, значит, постановление об отказе от возбуждения уголовного дела отменено и направлено на новую проверку. Мы хотим это получить не на словах, а на бумаге. Хорошо, получите. Когда? Сегодня нет, завтра получите. Смотрите, мы каждый раз как будем приезжать или как это все должно происходить? Когда вы мне подошли на прием, вы мне сказали, что вы не получили решение. И то, что писали заявление. Вот решение вашей копии. Решение. По поводу ознакомления с материалами, я думаю, завтра вас вызовут, сотрудники ознакомятся с ним. Так, ладно, с материалами понятно. Все-таки, для того, чтобы нам получить документы, которые вы нам обязаны, нам надо каждый раз об этом говорить или нет? Нет, не обязательно. Не обязательно. Поэтому, хотелось бы то, что вы сейчас устно произнесли, сейчас получить на бумаге. То есть, официальный ответ, что на ваше обращение 4 января, где вы просили, значит, отменить постановление об отказе возбуждения уголовного дела, сообщаем, что вот то-то, 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 прокурор, ну, как обычно это делать. Ответ на ваше обращение на личный прием. Все. Нам подождать? Да, подождите. Хорошо, подождите. Заберем. Такое ощущение, что вот, как вот здесь фильм, у меня просто такое ощущение, что куда я не работаю, у меня столько времени каждый день, как здесь, да? Может, посмотри. Спросишь, как долго его ждать? Что-то не планировалось так долго? Так, это у нас, значит, пожалуйста, зарегистрируйте все, как положено, исходящий. Так, значит, постановление об отказе возбуждения уголовного дела, вот этот гражданин выносил, да? Нет. Нет, я понимаю, вот я утверждал, утверждал, то-есть, не вы. Нет, конечно, не вы, не поймете. У вас еще ознакомление было, да? Об ознакомление дела. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, все-таки суть проблем-то вы помните, да? Причем здесь 115-е, если у нас есть признаки других статей? Я изучил материал, изучил постановление. Да, и помню наш разговор на вашем личном приеме, то, чтобы сказать, оно сейчас отменено по 115-е, да, решение принято, но нет решения по 119-е. Сейчас также будет указано... Возбуждено уголовное дело? Пока нет. Почему? Потому что нет экспертизы. Смотрите, нашей информации о том, что человеку угрожали убийством, более чем достаточно. То есть, сведений, которые мы сообщили, достаточно. Даже есть доказательства. Это следы крови, это изъятый нож, это показания, ну, заявления, по 36-й, мы там предупреждали его, не предупреждали, сказали, что предупреждали. То есть, уже совокупность трех доказательств. Основания есть для возбуждения уголовного дела. Хотя, достаточно просто заявления, в котором сказано будет, что мне вот этот человек угрожал ножом. Про 119 статья объясняю. Материалы вернулись нам вот в таком виде. Тут про 119-е ничего не указано. Сейчас будет выделено в отдельное производство материал проверки, будет проведено и будет принято решение о возбуждении либо об отказе. Какая проверка? Процессуальная проверка, Владимир Владимирович. Процессуальная. Натик Павлович, правильно? Владимир Владимирович, все-таки давайте мы будем исходить из норм УПК. У вас было выше крыши времени. То есть, вам УПК дает трое суток на принятие решения. Сейчас то, что вам вернули, это означает, что есть все основания для возбуждения уголовного дела. Не надо собирать доказательства. Потому что эти доказательства в рамках статьи 75 УПК не имеют юридической силы. Вы это должны прекрасно знать. Доказательства могут быть собраны только в процессе после возбуждения уголовного дела. Вы это знаете. Никакие объяснения, которые дает подозреваемый, которые не имеют даже статуса подозреваемого, просто лицо, очевидец, свидетель, как угодно. Даже не свидетель, очевидец. Это не имеет никакой юридической силы. Потому что в любом случае, после возбуждения уголовного дела, вы должны будете продублировать все те сведения, которые он сообщает в виде показаний, если это будут подозреваемые в присутствии адвоката и тому подобное. Чтобы потом это в суде можно было использовать. Я к чему это все говорю? К тому, что не надо устраивать карусель. Вы знаете, да, что такое карусель? Это общеизвестный термин, когда отказ от возбуждения уголовного дела. Вот это круговерить. Здесь нет никакого упущения. Здесь есть однозначная волокита. Вот кто-то сейчас будет наказан по этой ситуации, что с декабря нет никакого результата. Но нет результата. Давайте по факту смотреть. Нет, правильно же, результата? Признаки есть, состав есть, все есть. Еще раз послушайте меня. В настоящее время материалы нам возвращены не потому, что там волокита какая-то проводится, потому что неустановлено степень тяжести. Неустановлено механизм образования этих телесных повреждений. Нам необходима эта экспертиза. И документы уже запрошли. Я разговаривал с Алексеем Александровичем, уточнял на нем конкретные медучреждения, которые он посещал. Нам этого, нам нужно это все собрать, чтобы назначить экспертизу. После этого будет принятая решение. Почему этого не было сделано с 10 декабря? Потому что он лечился. По какое число вы мне сказали? 18 декабря. По 18. С 10 по 18. Как раз день принятия решения получается. Но пока мы не проводим эту проверку, одной справки недостаточно. Вы мне назвали как? Мы получили из поликлиники. Нам осталось 3 медицинских учреждений. 15 оно было уже принято решение. 18 вы закончили лечение. Пока у нас материала нет, мы не можем запросить. Это будет неправильно. Рамка чего мы запрашиваем. Поэтому мы в настоящее время уже закинули все запросы. В течение недели-двух, я думаю, эксперты даст нам заключение. По 115-й, ладно, будем считать, что вам нужно. По 119-й, вот я изучил материал. Тут, да, не указано про 119-ю. То, что вы указывали в вашем заявлении, что он укладывал. Хорошо, по поводу 111-й, через 30-ю статью покушения. То уже необходима экспертиза, чтобы понять, где эксперт нам скажет, механизм этих образований, были ли это ненесены удары ножом, или он стукнулся в что? Без этого экспертиза мы не можем принять решение. Вам, вы же приносили, нет справка, написано что-то следствие ножа и тому подобное. Экспертиза, заключение официального эксперта. Сорадичь. Смотрите, для того, чтобы по... Вас отправили, да, но там не окончательное, там не определено. Нам нужны все документы, включая рентгеновские снимки. Они вторые в пункте. Смотрите, для того, чтобы через 30-ю статью возбуждать по 111-й, на мой взгляд, не нужна экспертиза. Почему? Потому что вреда, как таково, может быть и не быть. Это как, условно говоря, к приготовлению к убийству, да. Если человека, условно говоря, поймали в момент, когда он там хотел нажать на курорт, на курорт, если там снайпер, да, все, предотвратили. Здесь мы видим сам факт его покушения. Мы даже... Вы видите этот факт, в чем? Человека поймали, когда он замахнился в отношении Александрова ножом? Или уже после этого? Человек применил оружие... Где экспертиза, откуда образовались эти телесные повреждения? Опять же, мы возвращаемся к экспертизе. Нам нужна она, чтобы конкретно эксперт сказал, какие, как они были нанесены, мог он стукнуться, могли ли они ножом, Хорошо, вот прошло столько времени. Получается, 10 декабря, сегодня у нас 30-е... Полтора месяца. Прошло полтора месяца. Это вообще нормально, что даже моего доверителя даже не приглашают на прохождение каких-то медицинских процедур и тому подобное? Нам медицинские процедуры он абсолютно не нужен. Уже экспертиза будет проводиться по медицинским документам, которые, повторюсь, мы уже заказали. На экспертизу он ходил лично. Эксперт не определил, потому что нет рентгеновских снимков. Почему их не было? Потому что он лечился в поликлинике до 18. Материалы прошли уже. А вот с 10-го числа по 18-е число, когда был отказ, почему это... 10-е какого? Декабря, да. 10-го декабря было заявление сделано, соответственно, 10 дней на проверку этого заявления, ну, максимум 10 дней, да, там, либо по согласованию с прокурором, 30 дней, может, проверка будет продлинена. Но вместо того, чтобы довести дело до логического конца, все признаки есть, я не знаю, кто этим занимался, участковый, не участковый, неважно. Дело в том, что зачем устраивать вот эту карусель, выносить постановление об отказе, прокурору, он отменяет это. Ну, просто если вам 10 дней не хватило, 3 дней не хватило, 10 дней не хватило, ну, сделайте запрос ходатайства, о том, что дайте нам месяц, ну, я думаю, что за месяц можно было направить все необходимые запросы на медицинскую экспертизу и тому подобное. Зачем вот этот вот круг проводить того-сего? Вы имеете в виду продлить у прокурора до 30 суда? Да, да, да. Ну, вот это осложено, я просто не могу на него ответить, почему это не было сделано. На мой взгляд, на мой взгляд, достаточно несколько часов. Вот 10 числа должна была быть уже сделана соответствующие, ну, документы соответствующие направлены для того, чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью. Уже в тот момент. Подождите, куда отправили документы степень тяжести? Их 4 организации, которые он закончил 18 числа. 18-го закончили? Он к вам пришел на следующий день. 11 числа он пришел с вами с пакетом документов медицинских. Что вы мне сказали в телефонном режиме вчера, когда мы разговаривали? Не вчера, а в воскресенье. Что вы принесли? 11-го числа мне звонил расследователь, попросил принести. Я ему уже окончательную справку с городской больницы принес, где было написано, что резаная рана. Венгеновские снимки я вас прошел в телефонном режиме. Это все в поликлинике, наверное, должно быть. Осмотрим врачей МОКБ и городской, вы сказали, вас еще катали туда. Да, мне ничего не дали. Ну, все должно быть, да. Ему дали, я так понимаю, вам дали какой-то документ, направили вас. То есть, сотрудник полиции вас направил на какую-то медицинскую процедуру, правильно? Вы пошли, сделали это и принесли ему справку, правильно? Не, не, это я сам в травмпункт обращался, потом уже 11-го года принесли эту справку. Владимир Владимирович, направление на экспертизу. Он прошел ее. Экспертизу мы получили, но она не окончательная. Там нет выводов окончательных. В связи с этим эксперт требует, эксперт беру СМЭ, предоставьте нам такие-то документы. Хорошо, ладно, мы будем ознакомиться с материалами проверки и установим, кто, когда, чего все это направлял. Когда мы можем ознакомиться с материалами проверки? Завтра? Завтра, со скольки до скольки. Так, завтра у нас какое-то 31-ое. Завтра у меня судебное заседание, по-вашему, коллеги, очень интересное. Первое число, как вам? Первое число я иду по налоговой, тоже по мошеннику. Вот второго числа. Так, второго числа. Давайте так. Второго числа я в день работаю. Сотрудник свяжется с Александровым, телефон есть, опорный пункт, Рыбачий 18, подойдете, свотрудник вас ознакомит с материалами дела. Хорошо, телефончик у него есть, да? Ну, я ему передам, да. Не, у него есть, вы звонили, по-моему, в телефонном режиме и просили ознакомиться. Я к тому, чтобы он не забыл, он не забыл, я ему напомню. У нас крайний срок, это четвертое, получается, что у нас четвертое? Воскресенье. Февраля, 4 февраля, потому что мы 4 января подали, 30 дней, это вообще крайний срок. Хотя, в принципе, ознакомить можно было и пораньше. Проблем с этим нет. Алексей Александрович, копия ответа вам, с постановлением. Подпишите, пожалуйста, что получили. Что, где? Здесь копию получил, копию ответа получил, сегодняшняя дата, фамилиар, шифровка. Да, я еще обратил внимание, там, пожалуйста, поставьте сходящий номер, дата, все, что как положено было. Сейчас поставим. Это получается, недатировано. Минуту дождете, а с этого не ксу вытащите. Эксперт не может дать окончательный день. Да темнят, что непонятно. Я не понимаю. Выкручивается, просто выкручивается за этой ситуацией. Во всех бумагах написано было, что резаная рама. Во всех бумагах. Не ушиб, ничего. Там без бумаг видно. Там все. Это... Пускай у вас будет. Да нет, у вас пускай хранится, а вы просто сфоткайте и сбросите, чтобы просто информация была в литвом виде. А так, что я могу складировать? У себя складировать, у меня достаточно бумаг. Все, пойдемте. Откроете. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Да, печальненько, печальненько. Все, ребята.